Свердловские парламентарии поддержали кандидатуры на ключевые посты, которые предложил губернатор региона. В Свердловской области стартовал важный этап бюджетного процесса. Екатеринбург-арена может стать первым в России с данным объектом для грядущего мундиаля. Столица Среднего Урала готовится встретить участников и болельщиков чемпионата мира по футболу 2018. Говорить правду в нашем муниципалитете не всегда полезно. Ловушки на дорогах привлекли внимание артемовских автоинспекторов. Общественный совет при артемовском ОМВД подвел промежуточные результаты своей работы. У школы номер 6 появился свой стадион. Отшумели открытые выборы и сейчас руководству Свердловской области необходимо определить внутреннюю систему работы и тех, кто займет ответственные посты у руля региона. Депутаты законодательного собрания Свердловской области поддержали кандидатуры, предложенные губернатором Евгением Куйвышевым на назначение на ключевые должности в правительстве региона. В соответствии с уставом Свердловской области Евгений Куйвышев представил на согласование парламентариев кандидатуры первых заместителей губернатора Алексея Орлова и Владимира Тунгусова, заместителя губернатора министра финансов Галины Кулаченко и министра социальной политики Андрея Злоказова. Руководитель Свердловской области поблагодарил депутатов ЗАГСобрания за то, что они поддержали внесенные кандидатуры. Я рассчитываю на то, что это единодушное голосование, это знак большого доверия, я вас доверен, который мы вместе всей командой будем оправдывать. По словам председателя законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, такое быстрое рассмотрение кандидатур практически без вопросов говорит о том, что предыдущий период первые заместители губернатора, министр финансов и министр соцполитики конструктивно работали с законодательным собранием. Решали все вопросы, слышали депутатов. Я хотела бы сказать слова благодарности Евгению Владимировичу за те кандидатуры, которые он предложил, потому что это сильные личности, это достаточно подготовленные и способные решать многие задачи, которые ставит губернатор в последующие пятилетку развития. Напомним, сфера ответственности первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова – Организация деятельности правительства области по управлению социально-экономическим развитием региона. Сегодня в Свердловской области успешно реализуется промышленная политика, улучшается деловой климат, укрепляются внешнеэкономические связи, проводятся крупные международные мероприятия. В эту работу включены все муниципалитеты, действуют программы территориального развития, выработано конструктивное взаимодействие с Федеральным Центром по поддержке наших моногородов, особой экономической зоны Титановая долина, созданию технопарков. Среди основных задач реализация программ, направленных на повышение качества жизни людей, наращивание динамики экономического роста, усиление инвестиционной активности. Работа первого заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова направлена на укрепление общественно-политической стабильности в регионе, организационное обеспечение деятельности правительства области. Среди важнейших задач вопросы, связанные с обеспечением эффективного взаимодействия власти с институтами гражданского общества, национальными и религиозными объединениями, становление информационно открытого общества. Ближайшая задача заместителя губернатора Свердловской области Галины Кулаченко – формирование бюджета на 2018-2020 годы, работа над повышением доходной части бюджета, дальнейшая оптимизация госрасходов, ресурсное обеспечение пятилетки развития. Сегодня финансовый блок демонстрирует упорядоченность, плановость и четкость работы. В полном объеме финансируются социальные обязательства региона, растет финансовая дисциплина и эффективность использования бюджетных средств, снижается размер госдолга. Ключевая задача в сфере социальной политики, которую курирует Андрей Злаказов – внедрение современных форм и методов работы, активизация взаимодействия с некоммерческими организациями, привлечение к социальной работе добровольцев и волонтеров, широкое использование механизмов государственно-частного партнерства. В Свердловской области заметно выросло качество и адресность, социальной поддержки населения, льготные категории граждан своевременно и в полном объеме получают все меры поддержки, гарантированные федеральным и областным законодательством. Также глава региона уточнил, какие шаги будут предприняты по дальнейшему формированию кабинета министров. Я не скрою, будут некоторые изменения структуры правительства, я над этим работаю сейчас. Более того, мы, как это было сказано на встрече с губернаторами, ну, к избранным губернаторам, президентам России было озвучено о апробации, о назначении на конкурсных основах. Мы прорабатываем модель, мы прорабатываем сегодня все нормативные документы. Глава региона также сообщил, что кандидатуры станут известны к концу октября. Большинство простых жителей Среднего Урала имеют достаточно смутное представление о региональном или муниципальном бюджетах. Однако именно они определяют то, как будет развиваться та или иная территория. Поэтому так важно профессионально и вдумчиво подойти к их формированию. В Свердловской области стартовал важный этап бюджетного процесса 2018 года и планового периода. В Минфине региона начались заседания согласительной комиссии по рассмотрению предложений органов местного самоуправления. Напомним, Свердловская область – один из немногих регионов России, где проходит подобная процедура открытого обсуждения муниципальных бюджетов. Цель этой работы максимально достоверна и сбалансирована рассчитать бюджет следующего года, заранее рассмотрев и согласовав потребности муниципальных образований, обеспечив неукоснительное исполнение всех социальных обязательств. В этом году согласительная комиссия, в которую традиционно вошли парламентарии, представители региональных и муниципальных органов власти, рассмотрят вопросы 72 территорий Свердловской области. Напомним, глава региона Евгений Куйвышев ставит задачу повышения открытости бюджетного процесса, а также проведения обзвешенной бюджетной политики, в основе которой – безусловное выполнение майских указов президента Российской Федерации и всех социальных обязательств перед жителями Свердловской области, снижение долговой нагрузки, сохранение бюджета развития. Как уточнила первый заместитель министра финансов Свердловской области Светлана Климук за основу расчета прогноза налоговых и неналоговых доходов на 2018-2020 годы принят базовый вариант развития экономики, предполагающий умеренный рост темпов промышленного производства и заработной платы работающих. В области межбюджетных отношений третий год подряд будет учтено зачисление в местные бюджеты доходов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в размере 15%, что позволит обеспечить сбалансированность местных бюджетов и расширить их финансовую самостоятельность. Отметим, за последние несколько лет удалось не только сохранить, но и увеличить объем межбюджетных трансфертов, направляемых в местные бюджеты. Если в 2012 году в местные бюджеты из казны региона перечислено чуть более 50 миллиардов рублей, то в 2016 году более 76,5 миллиардов. В 2017 году с учетом изменений, внесенных в действующий закон об областном бюджете, трансферты местным бюджетам составят более 86 миллиардов рублей. Безусловно, при разработке проекта областного бюджета будут учтены поручения губернатора Свердловской области. Планируется индексация социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области. Председатель комитета по бюджету, финансовым и налогам, Заксобрания региона Владимир Терешков рассказал, что на согласительных процедурах выделяются те корневые проблемы, которые обязательно должны найти отражение в местных бюджетах. Обозначены вопросы, касающиеся газификации, строительства школ и детских дошкольных учреждений. Приобретение автобусов для перевозки детей в школы из отдаленных территорий. Здесь парламентарии видят системные вопросы каждого муниципалитета, например, поддержка сельских клубов. Этот вопрос уже активно решается в текущем году и есть уверенность, что это продолжится. Очень хорошая тема поднимает муниципалитеты энергосбережения, переход на современные технологии, допустим, подготовки тепла, горячего водоснабжения. Новые блочные котельные предлагают поддержать, строить. Есть предложения отдельных муниципалитетов, касающиеся, например, замены технологического оборудования в школьных столовых. Все проекты, которые предлагают муниципалитеты, они вызваны жизнью на этих территориях и не поддержать их мы не имеем права. Также глава Думского комитета отметил, что сегодня экономика Среднего Урала уверенно поднимается. В ближайшее время планируется в третий раз внести изменения в текущий бюджет, увеличив его доходную часть более чем на 14 миллиардов рублей. Владимир Терешков уточнил, что при появлении денег и у муниципалитетов появляются четкие перспективы реализации своих проектов. Футбольные болельщики с нетерпением ждут следующего года. Шутка ли? В Екатеринбурге пройдут матчи Мундиаля-2018. Состоятся они на главной спортивной площадке столицы региона Екатеринбург-Арене, к реконструкции которой сейчас приковано особое внимание. Губернатор Евгений Куйвышев провел рабочую встречу с генеральным директором группы Синара Михаилом Ходоровским, во время которой речь шла о ходе строительства стадиона Екатеринбург-Арена к чемпионату мира по футболу 2018 года. Евгений Куйвышев отметил, что к теме Мундиаля сейчас приковано особое внимание общественности и экспертов самого высокого уровня и статуса. Сейчас в России, в том числе и в Екатеринбурге, проходит шестой операционный визит представителей ФИФА и Оргкомитета Россия-2018 по подготовке стадионов чемпионата мира по футболу ФИФА-2018 в России. Михаил Ходоровский отметил, что на данный момент готовность стадиона достаточно высокая. «Проценты достаточно высокие. Мы там точно за 80% перешагнули, наверное, ближе к 90%. Но сейчас самые ответственные разделы этого проекта, которые связаны с так называемой слаботочкой, это безопасность, это медийные все вещи, это активные фасады. Я думаю, что вы уже видите, что периодически мы их зажигаем». Гендиректор группы Синара отметил, что по трудоемкости это очень серьезная работа и сегодня все они реализуются в полном объеме. Также в соответствии с установленными сроками и выбранными технологиями, которые определяют специалисты, подготовлено к зиме поля. Он также отметил, что строительные работы идут с опережением графика и предположил, что стадион удастся сдать даже раньше запланированного срока. «Мы с коллегами общаемся, что это будет первый стадион России в 2018 году, который будет издан в 2018 году». Открытие обновленного стадиона, который соответствует мировым стандартам, это большой подарок для всех жителей Свердловской области. В продолжении темы грядущего мундиаля нужно отметить, что не только арена, но и весь Екатеринбург активно готовится принять участников спортивного праздника и болельщиков. Совместная делегация представителей FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» провели в Екатеринбурге шестой операционный визит по подготовке региона к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. «Отмечаем высокую и хорошую динамику подготовки города к Чемпионату мира. Здесь уже есть прекрасный аэропорт, вполне достаточно гостиниц. Мы видим, что полным ходом идут работы по благоустройству города, поэтому больших нареканий к городу у нас нет». Основной инспекционный осмотр состоялся на строящемся стадионе Екатеринбург-Арена. В совместную делегацию вошли более 70 экспертов в разных областях. Проектирование стадионов, подготовки и проведение соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ. Директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит по итогам инспекции заявил, что никаких больших рисков его коллеги не увидели. Поэтому сейчас представители различных функциональных групп, которые работают на подготовке Чемпионата мира, осуществляют тонкую настройку, рассчитывают, как оптимально можно использовать помещение, оптимально организовать перемещение между различными частями стадиона. Исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской области Сергей Швинт рассказал, что в настоящий момент на Екатеринбург-арене заканчиваются работы по благоустройству, монтажу Южной временной трибуны. Также, по словам Сергея Швинта, принято принципиальное решение по обустройству и цветовой гамме внешней части стадиона. Мы достаточно долго изучали этот вопрос, подняли те фотографии 50-х, 60-х годов, начала 60-х. Никогда в историческом облике стадион не был желтым. Это уже впоследствии, значит, он в желтых оттенках появился, поэтому мы очень долго смотрели, делали несколько выкрасок на фасаде. Коллегиальным решением с участием архитекторов города был принят за основу серый с легким оттенком оливкового цвет. По мнению специалистов, он наиболее гармонирует с выступающими частями стадиона, где сегодня доминирует серый цвет, который появился после реконструкции. По словам исполняющего обязанности вице-губернатора региона, архитектурные элементы, которые есть на восточной и на западной частях стадиона, будут выделены белым цветом. Весь фасад будет подсвечиваться. Сегодня работы по установке света уже завершены и даже проводятся тестовые испытания. Сергей Швин также рассказал делегации о подготовке региона в целом к международному событию, отметив, что график по всем направлениям строго соблюдается. У нас все идет по плану, нет каких-то угроз по срывам отдельных мероприятий. На сегодняшний день готовы все тренировочные площадки. В полной мере готова гостиничная инфраструктура. Работает уже не один месяц волонтерский центр. Заканчиваются работы по транспортной инфраструктуре и уличной дорожной сети, прилегающей к центральному стадиону. Сергей Швин также отметил, что в 2018 году предстоят небольшие работы по формированию временной инфраструктуры по вопросам безопасности. Медицинская инфраструктура готова на сегодняшний день на 100%. Поэтому в целом каких-то рисков мы для себя не видим и в полном объеме выполним те мероприятия, которые запланированы в рамках региональной программы. Вся работа, которая проводится в ходе подготовки к Мундиалю-2018, в итоге позволит не только жителям мегаполисов, которые уже привыкли к масштабным мероприятиям, но и тем, кто живет в небольших муниципалитетах нашего региона, почувствовать себя сопричастными к событию мирового масштаба. Среди артемовцев немало поклонников футбола. Однако по объективным причинам не все они имеют возможность лично посещать игры любимых команд. Сейчас у них такая возможность появится. Ведь без лишних финансовых затрат насладиться футбольными баталиями можно будет в специально создаваемых фан-зонах. К местным новостям. К сожалению, нередко люди, которые готовы во всеуслышание говорить об умеющихся проблемах, в ответ не просто не получают от чиновников никаких ответов, но и становятся мишенью для давления с их стороны. Так получилось и в случае, о котором мы вам напомним. Одними из самых актуальных вопросов, возникших сегодня для жителей села Покровское, стали глубокие ямы в районе сельской дороги, в одной из которых, можно сказать, провалился местный житель Владимир Пономарев. Напомним, он обратился в редакцию телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» с просьбой помочь обратить внимание местной власти на опасность, подстерегающую местных жителей. Вот еще одна рядом яма, в которую я провалился с сеном. На телеге? Да, провалилась телега, и ничего я сразу сделать не мог. Сообщив об опасной находке председателю Томса, Владимир Пономарев рассчитывал на мгновенные действия со стороны руководства поселка по устранению опасных ям. Но в реальности получил лишь обещание председателя подъехать на место. И в результате в тот день так никого и не дождался. Помочь жителям села и сподвигнуть местное руководство к решению проблемы, откликнулся главный редактор телерадиокомпании «Альтекс.Медиа» Андрей Горбунов. Созвонившись с председателем Томса, он поинтересовался, почему нет реакции на данное сообщение от гражданина по поводу ям на дороге. На что получил ответ. Мы что должны? По каждому звонку прыгать? Пытаясь разъяснить, что ямы действительно существуют и довольно опасны, Андрей Горбунов договорился о встрече с руководителем Томса на месте расположения этих дорожных ловушек. Но встреча так и не состоялась. Прибыв за 10 минут до назначенного времени на место, главный редактор никого от Томса уже не застал. Оказывается, делегация побывала там на полчаса ранее, по всей видимости, чтобы не столкнуться со СМИ и не отвечать на неудобные для них вопросы. Скажи, пожалуйста, сегодня приезжал председатель Томса к тебе? Приезжал председатель Томса и приезжал наш депутат, даже я конкретно не знаю, Перепелкин или как его. И я им объяснил, показал ямы. Они яму увидели и посмотрели. Я говорю, меры когда примите? Перепелкин этот, депутат, у него спрашивают, что как? Он говорит, ленточка у меня есть в огороде. Руководство Томса решило слишком не заморачиваться и ликвидировать ямы по-своему, обнеся их лентой, символизирующей опасность. А из жителя села, который чуть не покалечился, провалившись в злополучную яму, сделать виноватого, найдя тысячу причин придраться. А то слишком много говорит. В итоге они меня обвинили, что я ворую сено. Раньше здесь, как говорится, когда мы жили при коммунистах, это место не косилось, ничего не убиралось. Начали потихоньку разрабатывать. Косили, было сколько? Пять человек в эту территорию косили. Потом забросили это все. Сейчас вот кашу я один. Чтобы хоть как-то выживать, в селе нет предприятий соответственной работы. Владимир обзавелся техникой, чтобы вести подсобное хозяйство. Жить не на что, выживать надо. Так вот, своим хозяйством молоко продаю, молоко, мясо. По словам Покровчанина, кроме вопроса по ликвидации злополучных ям, он отважился спросить у руководства Томса про противопожарную полосу, которая, на его взгляд, не выполняет своих функций. По пожарную линию я им сказал, я говорю, на каком расстоянии она должна быть, находиться. Я говорю, что посреди поля-то. Это так положено. Я говорю, почему по участку вот проехали, вот здесь вот у дома. А у тебя есть документы на частную собственность? И все, вот они уехали, поулыбались, приехали в мое хозяйство, засняли. Ты, говорит, всю улицу пожарной техники безопасности, это нарушают. Обнажив во всеуслышание проблемные вопросы, которые действительно необходимо решать, Владимир попал в немилость местного руководства Томса. А ведь хотел как лучше помочь людям, оградить их от опасности. Но вместо того может получить нападки со стороны власти. И ведь найдут к чему придраться, только чтобы бдительный гражданин замолчал. Отсутствие контроля за подрядчиками и недобросовестность отдельных организаций, выполняющих важное для муниципалитета работы, уже давно не удивляют артемовцев. Но это не говорит о том, что ситуация не вызывает у них негативных эмоций. Ремонт дорог, пусть даже и ямочные, дело для нашего муниципалитета важное и полезное. Только вот беда, как это нередко бывает в Артемовском городском округе, непонятно, кто осуществляет контроль за качеством и сроками выполнения работ. Артемовские автомобилисты уже по достоинству оценили удобство езды по дорогам, которые сейчас стали напоминать минное поле. Асфальт в тех местах, где планировалось его заменить, аккуратно удален. Однако образовавшиеся ямы никто засыпать свежим пока не собирается. Нужно понимать, что такое состояние дорожного полотна негативно влияет не только на комфорт автомобилистов и их пассажиров. Создается крайне опасная ситуация, когда попавшая в такую ловушку машина может натворить много бед и даже привести к трагедии. Именно на это обратили внимание сотрудники Артемовского ГИБДД. Ведь среди их первоочередных задач не только ловля нарушителей, но и наблюдение за тем, чтобы на наших дорогах было безопасно. Мы обратили внимание на то, что автоинспекторы с полной серьезностью отнеслись к своим обязанностям и скрупулезно зафиксировали все факты. Сейчас меры будут определенного характера применены. Управляющие компании, которые отвечают за подрядчика, заказанного у них. Знаков, значит, предупреждающих нет. Будет составленный протокол в отношении данной организации. Сроки, конечно, поставлены согласно контракту, который заключен. Контракт, договорность, все проверим. Меры характера обязательно примем. Сейчас разберемся с этим вопросом, почему такое время продолжительное, ямы не заделывается и в отношении управляющих должностных лиц и юридических применим меры. Роль общественных органов в обеспечении соблюдения прав и законности постоянно растет. И хотя пока в некоторых случаях им приходится непросто в вопросах взаимодействия с госструктурами, результаты работы налицо. Члены общественного совета при Артемовском ОМВД на очередном заседании обсудили промежуточные результаты работы органа и обсудили итоги организованных им мероприятий. Другая важная часть деятельности общественного совета – работа с обращениями артемовцев. Если к нам будет обращение гражданина, любой член общественного совета идет к руководителю, начальнику полиции, либо начальнику отдела, то у них там свободен, более-менее принять может. И, значит, обозначает эту проблему. И здесь уже, значит, начальник полиции, либо начальник отдела принимает решение по данному сообщению. Естественно, в первую очередь его надо проверить. Вот он дает указание. Мы фиксируем, то есть вы фиксируете свое сообщение с ним. И дальше уже по результатам. Либо это подтверждается, если это подтверждается, какое решение административное, либо уже уголовное. Тема контроля за работой правоохранителей – одна из ключевых в работе общественного совета, который ставит своей целью выявлять и информировать руководство соответствующих отделов полиции о фактах, когда работа полицейских не соответствует тем требованиям, которые к ней предъявляются. Члены общественного совета отлично понимают, что работы у артемовских полицейских хватает. Но сотрудничество с представителями общественности сделает ее лишь более эффективной. Ведь орган создан в первую очередь для того, чтобы помочь стражам порядка. Прямой диалог всегда продуктивнее, чем просто обмен официальными бумагами, которые зачастую не передают в полной мере необходимость оперативно решить тот или иной вопрос. Что немаловажно, это также позволяет поднять уважение земляков к людям в погонах. Уверенность в том, что на страже их покоя стоят надежные и профессиональные специалисты своего дела. А в завершение выпуска традиционно приятно. Появление любого спортивного объекта в нашем муниципалитете – большое событие. И особенным оно становится, когда такое спортивное сооружение в первую очередь рассчитано на занятия для юных артемовцев. Мы открываем наш спортивный стадион, на котором впервые проводим этот замечательный праздник. Открытие спортивного стадиона стало возможным благодаря Тесному союзу школы – Благотворительного фонда «Данка». В рамках торжественного открытия стадиона директор Благотворительного фонда «Данка» вручил благодарственные письма всем, кто не остался в стороне, и принял активное участие в обустройстве спортивного объекта. Стоит отметить команду активистам, кто и словом, и делом поддержал идею строительства школьного стадиона, и воплощение этой идеи в реальность была многочисленной. Со своей стороны директор школы номер 6 выразила искреннюю благодарность Андрею Бабкину и поздравила Благотворительный фонд «Данка» с круглой датой – пятилетие. Благодарность Благотворительному фонду «Данка» за строительство значимого спортивного объекта, в котором действительно нуждались и учащиеся образовательного учреждения номер 6, и все любители здорового, активного образа жизни микрорайона строителей, выразил от лица депутата Государственной Думы Сергея Чепикова депутат Думы Артемовского городского округа Игорь Бабкин. Торжественное открытие стадиона стало настоящим спортивным праздником с массой положительных эмоций и соревнований. В дальнейшем стадион станет еще краше. Здесь многого еще не хватает. Но у руководителя школы номер 6 Марины Киселевой и социальных партнеров этого образовательного учреждения уже есть новые идеи и предложения. Праздник здоровья и спорта, скрепленный большой радостью всех его участников, прошел на самой позитивной волне и в дружеской атмосфере. Его завершением стала церемония награждения победителей и призеров соревнований, а также фотосессия спортсменов. Это были основные темы, которые за эту неделю наша редакция выделила для освещения. Еще больше информации из жизни муниципалитета и региона вы подробнее можете узнать в наших эфирах на канале ТНТ утром с 8.00 до 8.30 и вечером с 19.00 до 19.30, а также на официальном сайте телерадиокомпании www.altexmedia.ru В студии был Алексей Саламаха. Всего вам доброго. До свидания.